Это Омск здесь, и мы продолжаем. Омский авангард установил рекорд результативности этого сезона. В ворота Рижского Динамо омичи забросили 9 шайб. Такой скорострельности болельщики не видели уже 14 лет. Вообще, вся домашняя серия на этой неделе складывается для главной хоккейной команды региона удачно. После победы над финским Йокеритом и рижским Динамо были биты их минские одноклубники. Но вот что странно. Омичей победы своего клуба не особо волнуют. С каждым матчем на арену приходит все меньше болельщиков. Максимум билетов в этом сезоне было продано в понедельник. 8 270 человек следили за упорным матчем с финнами. В среду пришло на тысячу фанатов меньше. Так ли популярен омский авангард сегодня и могут ли другие сибирские клубы составить ему конкуренцию, выяснял мой коллега Дмитрий Ковалев. Овечкин. Честно говоря, Овечкин. Кумиры юных омских хоккеистов звезды НХЛ. Фамилии омских игроков шестилетний Рома Айтноматов даже не знает. Мальчик не смотрит игры авангарда, хоть и играет в майки с эмблемой ястребов. Его родители мечтают, чтобы сын стал профессиональным хоккеистом и не обращают внимания на затраты. На данном этапе, если не заморачиваться на тему покупки новой формы, именно новой из магазина, то это вполне недорого. Основные траты – это расходы на бензин, то есть ежедневные тренировки, 5 дней в неделю, туда-обратно, иногда 2 в день. Но только вот это. Больше пока основных накладок мы не видим. Комплект профессионального хоккейного снаряжения обойдется минимум в 150 тысяч рублей. Поэтому цена для любителей – основной ориентир. Сейчас на мне самый бюджетный вариант экипировки для занятия хоккеем. Это коньки, щитки, шорты, под ними ракушка, нагрудник для защиты рук, налокотники, икраги, шлем и клюшка. Весь этот набор обойдется минимум в 20-25 тысяч рублей, а самая дорогая его часть – коньки. Они стоят минимум 5 тысяч рублей, но от их качества зависит катание и безопасность хоккеиста. Дорогие тренировки, дорогая амуниция, дорогие арены. Будущие звезды уже не играют на дворовой коробке, их воспитывают в клубах. А сам хоккей превращается в элитарный вид спорта. Сейчас аншлаг на арене Омск – редкость. В среднем посмотреть на игру приходит 8 тысяч болельщиков. И это при том, что «Авангард» по посещаемости на пятом месте в континентальной хоккейной лиге. И на одиннадцатом среди всех клубов Европы. Ну а мячи признаются – хоккей уже не тот, каким был несколько лет назад. Следите за хоккей? Нет, не слежу. И раньше не следили? Раньше следил. А почему перестали следить? Время нет. Приезжаю поздно с работы. Семейные хлопоты. Так, конечно, бывает, что в последнее время так выигрывают. Но смотреть не смотрю. Так результаты, статистику смотрю, как бы интереснее. А ну а мидже? Матч «Авангарда» смотрите? Нет. А раньше смотрели? Нет. Раньше смотрел. А почему перестали? А потому что они играть перестали. Еще одна причина – не самый звездный состав клуба. Многие болельщики ходили смотреть не на игру команды, а на конкретных игроков. Ягор, Сушинский, Твердовский, Калюжный, Свитов – теперь таких громких имен в команде нет. К сожалению, так получается, что символы команды, такие как Александр Попов, уходят из команды. Воспитанники «Авангарда», такие как Егор Аверин, не задерживаются в коллективе. Это тоже играет определенную роль. Потому что всегда приятнее болеть, переживать за парня с нашего двора, человека, который живет по соседству. За вот этот период, 12 лет, «Авангард» взял только одну медаль в 2012 году. Разочарование от серии с «Динамо», от упущенного золота. Очень многие люди просто разуверились в том, что «Авангард» когда-нибудь что-нибудь выиграет. Спад популярности коснулся и соседей. Когда Новосибирская Сибирь впервые вышла в финал конференции, трибуны Ледового дворца заполнялись полностью. В этом году команда не попадает в плей-офф и любовь болельщиков постепенно угасает. Эмблемы клуба еще можно встретить на задних стеклах автомобилей. А билеты на игры покупают самые преданные фанаты. Есть, конечно, болельщики, которые привыкли, когда команда только выигрывает. Но сейчас их нет с нами. Но это когда команда наберет обороты, ну и они подтянутся. Еще одна сибирская команда «Новокузнецкий металлург» застолбила последнюю строчку в турнирной таблице. Горожане не хотят смотреть на неудачи своей команды. Да и старый дворец спорта «Кузнецких металлургов» не самая удобная арена. В среднем на матчи приходит всего 2500 человек. Но новокузнечане все же любят свою команду. Очень красиво. Вы сами-то ходите, но на последней игре были. Ну разве плохая игра? Нравится там атмосфера такая, лед, хоккеисты бегают. Зрелищный вид спорта. Я с детства болею за нашу команду. Зрители теряют не только сибирские клубы. Во многом это связано с тем, что чемпионат потерял интригу. Уже сейчас, за 4 месяца до финала, эксперты называют победителя. С большой вероятностью им станет базовый клуб сборной страны. «Скай» Санкт-Петербурга – самый явный претендент на Кубок Гагарина. Дмитрий Ковалев, Анатолий Серов, Сергей Степанишин и Дмитрий Головков. «Омск. Здесь».